Здравствуйте, с вами канал Вкусный Огород Барнаул. В прошедшем сезоне основную массу помидоров впервые выращивал безрассадным способом. За основу брал давно известный мной очень любимый сорт детерминатный толстый джек, но еще несколько других сортов выращивал на пробу и в целом урожай получился неплохой. Какие-то сорта показали себя лучше, какие-то хуже, ну какие-то выводы сделаны, но в целом, повторюсь, безрассадный способ дал хороший результат, буду и дальше его применять. Но все-таки некоторое количество рассадных помидоров тоже в ушедшем сезоне выращивалось. Думаю, будет несправедливо, если о них немного не поговорить. Я отобрал всего для рассадного выращивания 10 сортов, решил выращивать 10 кустиков. В некоторые кустики высаживал по 2 растения, в некоторые по одному. Как всегда, помидоры на рассаду, поскольку это индетерминантные сорта, сеял 25 марта, высаживал в грунт в конце мая. И в конце концов, после одной единственной подкормки раствора куриного помета, многочисленных обрезок листьев, посынкования, формирования в два стебля, эти помидоры выросли неплохо. Никаких укрытий для них не делал. То есть, они росли полностью, безо всякого серьезного ухода. Ну, правда, они находились около забора. Их немного забор защищал от ветра, притенял от солнышка. Ну, конечно, поливы, прополки, рыхления, ну и подкормка, повторюсь, им была сделана. И вот посмотрим, как помидоры выросли. Конечно, не миновала их и череда различных болезней. Год выдался для помидоров не очень хороший. Первый сорт – это сорт Озарк Санрайз. Видно, что он завязал неплохие плодики, но кусту было очень нелегко. Для нашей местности он, видимо, не совсем подходящий. Следующий сорт – полосатый шоколад. Это очень мощный, сильный сорт, довольно выносливый и показал себя неплохо. Вот видно два растения в лунке, часть плодов уже снята. Вот такие плодики. Следующий сорт – это яркий самоцвет. Вот такие симпатичные плодики. Что можно сказать про этот сорт? Ну, в целом, я думаю, он показал себя неплохо. Вот видно, плодов достаточное количество. И на нижних ветвях, и наверху они есть. Так что, вполне нормально. Следующий сорт, очень интересный своей формой, прежде всего, – это Лискин нос. Ну, что можно сказать? Плодики есть. А вот это очень хороший, давно выращиваемый мной сорт – Эльба. У этого сорта довольно много плодов поспело прямо на корню. На верхних ярусах тоже довольно большое количество зарезалось. И эти плоды очень хорошо доспевают потом дома. Замечательный сорт. Следующий сорт, не менее хороший – это Кенигсберг красный. Ну, правда, на корню всего плодика два поспело. Остальные вот только к моменту уборки начали бланжеветь. Но, тем не менее, урожай, как всегда, неплохой. Кенигсберг не подвел. Следующий сорт – это Мамонт немецкий золотой бекалор. Очень хороший сорт и дал неплохой урожай. Как всегда, впрочем. Этот сорт пробовал впервые. Сорт Пальмира. Ну, видно, что плодики есть. И сорт показал себя неплохо. А вот это сорт Испанский Лефебра. Несмотря на сложные условия, он тоже завязал достаточное количество плодов. Ну, правда, поспеть на корню они не смогли. Все-таки условия у нас тяжелые. Однако, сорт в целом, я считаю, неплохой. Вот бланжевые плодики все-таки были. Они, конечно, очень хорошо дозариваются дома. Ну, и последний сорт – это сорт Черри. Выращивал этот сорт и безрассадным способом, и рассадным. Ну, вот этот сорт, конечно, дал урожай, как всегда, неплохой. Но помидоры Черри, они, как правило, неприхотливые. Они вот такие некрупные. Он поспел их на корню очень много. Многие плодики сорваны зелеными и тоже потом доспели дома. Так что сорт Черри не подвел. К слову сказать, он выращивался из голландских семян. И даже при безрассадном выращивании, конечно, заметно позже, но он тоже дал урожай хороший. И тоже плоды многие поспели прямо на корню. Какой можно подвести итог этого сезона по рассадным помидорам? Ну, что можно сказать? Все сорта дали определенный урожай. Какие-то, может быть, лучше себя показали. Ну, повторюсь, очередной раз год был не совсем удачный. Помидорам всем было очень тяжело. Тем более, безо всяких укрытий. Поэтому жаловаться на помидоры – грех. Дали нормальное количество плодов. И это уже очень хорошо. Надежные, проверенные, уже ранее использованные сорта, такие как немецкий мамонт, кенигсберг, эльба. Они всегда дают хороший урожай. Но и новые, впервые используемые сорта, тоже, в принципе, показали себя неплохо. Вот таким образом закончился прошлый сезон для моих очень скромных, в очень маленьком количестве рассадных помидоров. В следующем сезоне буду планировать, ну, примерно то же самое. Основная масса будет выращиваться через прямой посев в грунт, то есть безрассадным способом. Подбираю новые сорта, буду тоже пробовать. Ну, и, конечно, небольшое количество рассады все-таки тоже посажу. Постараюсь найти им более хорошее место, чем выпало в прошлом сезоне, чтобы они все-таки дали урожай побольше. От рассадных помидоров совсем под ноль отказываться не буду. Ну, и в конце пожелаю всем огородникам выращивать помидоры и рассадные, и безрассадные. Получать хорошее урожае. Всем всего самого доброго. До свидания.